Уважаемые коллеги, мой доклад будет о транскатетерном клапане легочной артерии, называется он Melody. Процедура на самом деле не так часто выполняемая, как за рубежом, так и тем более в нашей стране, лишь несколько клиник. У нескольких клиник есть опыт имплантации клапана Melody, и то это не масштабное какое-то вмешательство, а скорее единичные случаи. Что же представляет из себя клапан Melody? Это модифицированная бычья вена диаметром 18 мм, она установлена на платье на эритриевом каркасе с золотой спайкой сегментов. Есть протез длиной 28 мм и возможность его сжатия до 6 мм при сборке устройства. И расправляется он от 18 до 22 мм в диаметре. Первая имплантация данного клапана была выполнена во Франции в 2000 году, и в течение 2001 года было установлено еще 10 клапанов. В 2005 году сотый клапан был установлен пациенту. К 2007 году уже 420 пациентов, 38 клиник. К настоящему времени масштаб, конечно, не поражает, это не ТАВИ, но тем не менее 15 тысяч имплантаций по всему миру. Когда имплантировать этот клапан? Чаще всего это пациенты, которым была выполнена реконструкция выходного тракта правого желудочка после тетрады полой или отрезения легочной артерии. И показаниями для имплантации клапана Мелоди является дисфункция легочного кондуита в виде регурдитации, стеноза или комбинации этих состояний. Также на сегодняшний день расширены показания для имплантации клапана Мелоди. Это дисфункция биологического протеза нейтрального клапана, трикосфидального клапана и клапана легочной артерии. При отборе пациентов, естественно, необходимо соблюдать ряд критерий. Во-первых, естественно, дисфункции должны быть показания. Это дисфункция кондуита, средняя и тяжелая степень регурдитации, либо это стеноз кондуита, либо комбинация этих состояний. Также немаловажно, кондуит должен быть более 16 мм и кондуит должен быть не более 22 мм в диаметре. Естественно, благоприятная анатомия выходного отдела правого желудочка, позволяющая зафиксировать стенд. Но зафиксировать стенд, тут ситуация следующая. Если мы говорим о клапан, содержащем кондуите, то это вовсе не обязательно. Если же кондуит не клапан, содержащий, то, естественно, нужно предварительно имплантировать стенд. Противопоказание, естественно, активный эндокардит, да любое воспалительное заболевание неважно. Кондуит менее 16 мм и кондуит более 22 мм является противопоказанием. И отсутствие кальцификации на кондуите. Опять же, если мы говорим о клапан, содержащем кондуите, то не так важен этот аспект, поскольку роль каркаса выполняет как раз опорное кольцо клапана, расположенного в кондуите. Не так много было проведено исследований по поводу клапана мылоки. Одно из самых масштабных – это Нюнкенское наблюдательное исследование, где сравнивались установленные клапаны мелодии и хирургические протезы. Исследование довольно продолжительное, наблюдательное, более 10 лет. Так вот, выживаемость, 10-летняя выживаемость для всей когорты пациентов составила 93% и была сопоставима в обеих группах. Выживаемость без операции на первоначальном имплантированном клапане во всей когорте 10 лет составила 87% и не отличалась в обеих группах. И также свобода от реинтервенций повторных имплантаций клапана тоже статистически не различалась в обеих группах 10-летние. В отношении свободы, как вот, частая причина репротезирования – это инфекционный эндокардит. Так вот, свобода от инфекционного эндокардита в течение 10 лет составила 83% для всей группы пациентов и не отличалась между группами. И свобода от замены клапана от реинтервенции вследствие эндокардита тоже статистически не различалась между обоими группами. Что касается градиента на имплантированном протезе, сразу после вмешательства градиент значительно снизился и на протяжении 10 лет его величина была примерно одинаковой с небольшой тенденцией к росту к 10-му году наблюдения. Безусловно, как любая эвазивная процедура, имплантация клапана Мелоди сопряжена с рядом осложнений, такими как разрыв кондуита выходного тракта, компрессия коронарных артерий, миграция установленного клапана, либо кровотечение из места доступа. Клапан данный имплантируется на данной системе доставки, ассамблея на 22 фрэнч. И если говорить о шагах имплантации, я остановлюсь лишь на мой взгляд самых важных. Это помимо простых шагов, которые необходимы для имплантации клапана, основным является эта акклезионная проба с баллоном для исключения сдавления коронарных артерий. И важным аспектом является правильный эспорт данного клапана. То есть голубое к голубому, белое к белому. То есть синие нитки к али, белые нитки к закрывающему чехлу. Ряд клинических случаев. То есть в нашей клинике было имплантировано 4 клапана Melody. На сегодняшний день я представлю имплантацию клапанов Melody у двух пациентов, на мой взгляд, наиболее показательных. Пациент 13 лет с диагнозом коррегированный ВПС, тетрадо-поло, радикальная коррекция в 2006 году. И неоднократные пластики с клапан, содержащим контуитом, повторные вмешательства в 2010 и 2013 году. По эхокардиографии главный, обращу ваше внимание на главный аспект, это несостоятельность контуита, клапан, содержащийся в виде стеноза. Пиковый градиент 63 мм путного столба. Сейчас попробуем. Вот у меня видео идет. Эта иллюстрация показывает как раз пробу, окклюзирующую с баллоном. Мы видим, что давления коронарных артерий нет. Соответственно, есть все основания для того, чтобы безопасно имплантировать клапан Melody. Что мы, собственно говоря, делаем. На данном слайде представлена имплантация клапана Melody в клапан, содержащий контуит, вот опорное кольцо клапана. Опять же, как я говорил, предстендинг не нужен в данном случае, поскольку опорное кольцо является хорошим каркасом для имплантации клапана Melody. Далее, постгилатация и финальный результат. Градиент у данного пациента снизился с 64 до 24 мм крупного столба и остается таковым по сей день. То есть, пациент был у нас на контрольном обследовании ЦПЭХа, если я не ошибаюсь, в прошлом году. Второй пациент, на мой взгляд, более интересный. Это пациент с 5 лет. Что самое важное обращать на себя внимание, это маловесный ребенок всего 14 кг. Обратился с эпизодами нарушения самочувствия, проявляющихся шнотой и длинностью. Диагнозы декстракардия, коррегированные ВПС-аномалии Викштейна. Неоднократное протезирование и репротезирование. 2011-2012-2013 год протезом Хэнфук 25 мм. Неоднократная дисфункция протеза, недостаточность второй-третьей степени. Приобретенная атриовентрикулярная блокада. Неоднократные реимплантации КС. Ну и плюс еще такой весьма внушительный сопутствующий неврологический диагноз. Позвольте пропустить этот слайд, ничего особенного, за исключением, вот я отсектировал ваше внимание, веса ребенка. По данным эхо-кардиографии, протез в трикоспедальной позиции, реклапитация на протезе в третьей степени. Это ЧПХ до вмешательства. Посмотрите на работу в творог. На данном кадре, на данном ЧПХ видно реклапитацию. Ну, встала дилемма, естественно. Еще одно репротезирование и рендовоскулярная коррекция. Учитывая совокупность факторов, возможных осложнений и трудность хирургического повторного вмешательства, было принято решение все-таки в пользу эндовоскулярного лечения данного ребенка. По внутривенным наркозам, контролям ЧПХа, кстати, протез данному ребенку устанавливался через еребную вену, поскольку на ультразвуке был выявлен тромбоз бедренных вен слева и справа. Представлен расходный материал, необходимый для имплантации клапана «Мелоди». Вот, собственно говоря, в данном случае мы использовали BIP-баллон, то есть баллон в баллоне без доставляющей системы, поскольку, на наш взгляд, учитывая то, что ребенок маленький, маловесный, желудочек небольшой, мы просто бы там не разместились доставляющей системы. Поэтому имплантация проводилась через 18-ти фрунчевый интрофессор на BIP-баллон. Вот клапан имплантирован. Клапан на ЧПХа. Баллон ослаблен. Контрольная андиография после имплантации. Смотрите, клапан работает великолепно. ЧПХа после вмешательства. Клапан работает корректно. Рекургитации на клапане нет. Это follow-up. То есть мы этого ребенка отслеживаем. Последний раз он у нас был спустя 5 лет. То есть створки клапана подвижны. Рекургитации на клапане нет. Довольно длительное наблюдение. И клапан показывает себя весьма и весьма достойно. Что хочется сказать. Ну, выводы я сделал в контексте последнего клинического случая. То есть транскоперный клапан Элоди в позицию ранее установленного биопротеза и госпитального клапана у детей как процедура, безусловно, эффективен, безопасен и может быть рекомендован как метод выбора. Имплантация клапана Элоди в опорное кольцо хирургического протеза может быть выполнена без пристендинга. А также может быть выполнена без оригинальной системы доставки. В принципе, если оператор считает это по ряду причин возможным, как в данном случае было у нас с протезом трикоскедального клапана, это вполне выполнено. Большое спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы...